Дорогие друзья, всем огромный привет! Меня зовут Софья и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня на этом канале первое видео и первое видео из рубрики обзора и дегустации вин. И сегодня я буду рассказывать про такое вино, которое называется Санта Динья из сорта винограда Мерло и это Санта Динья Резерва. И в начале пара слов о производителе бутылки и названии вина. Итак, Санта Динья производит компания, которая называется Мигель Торос. Она основана в 1870 году в Испании двумя братьями по фамилии Торос. Эта семья была первой из европейских винопроизводителей, которые выкупили виноградники в Чили и завод по производству вина и стали производить вино. Само название Санта Динья переводится как крест. Такие кресты устанавливались на границах винодельческих участков. И они служили для пожелания удачи тому, кто покидает участок и для приветствия людей, которые на этот участок приходят. То есть на бутылке есть какая-то эмблема, я так понимаю, что примерно символизирующая именно этот крест. Сам сорт винограда Мерло, конечно же, европейский, французский, я бы так сказала. Давайте пробовать вино. Цвет у вина насыщенный красный, что характеризует как Мерло, так и новосветское производство. С фиолетовым оттенком, с красной окантовкой. Моя бутылка вина 2013 года выпуска, то есть на данный момент вину около трех лет. В первом ноте вино очень пряное. Я бы сказала, что есть и корица, и ваниль, и мускат, и также острый перчик. И вторая нотка, это джемовая нотка, сливовый джем, прямо стопроцентный. Во втором ноте лично у меня специи уходят на второй план. Я чувствую больше джемовую нотку, красные фрукты, слива, красные ягоды, виноград чувствую. Хотя виноград это самый редко встречающийся аромат и вкус, когда вы характеризуете вино, реже всего говорят, что чувствуется виноград. Ну вот я чувствую виноград, чувствую сливы, чувствую также ежевику, голубику. И все это в таком джемовом сочетании. Сделаем глоточек. Я люблю такие вина, которые во вкусе повторяют свой аромат. А то бывает вино, например, в аромате богатое, потрясающее, великолепное, полнотелое. Пробуешь вкус, ничего, абсолютно, просто бледная какая-то тень на фоне аромата. Вот здесь вкус точно такой же, как аромат. Виноград насыщенный, но в меру нелегкий, но опять же, вот салатая середина. И во вкусе абсолютно повторяет аромат. Все аджемовые, сливовые, ванильные, коричные, все ноты повторяются. Да, это вино 14% алкоголя. И по ножкам на бокале это прекрасно видно. Очень жирные, маслянистые ноги такие у вина. Прямо очень вкусные. Во время производства вино выдерживается в бочках около 6 месяцев. Насколько можно судить по сайту производителя. И бочка тоже немного чувствуется пряными специями в аромате и во вкусе. Это вино для тех, кто любит красное сухое вино. Потому что если вы красное сухое вино не любите, то такое вино вам не понравится. Но если вы любите и хотите какое-то среднее вино, то есть не слишком легкое, как Пинонуар, не слишком тяжелое, как Каберне Савинюн, что-то такое вот, абсолютно такой средний вариант, то это вино как раз для вас. Оно очень хорошо подойдет к еде, подойдет к нашему любимому шашлыку. Только если не сильно много специй и соусов, чтобы вот эти специи острые просто не забили рецепторы на языке. Но если там будет немножко перчика, абсолютно классный вариант. То есть они дополняют друг друга чрезвычайно. И также я бы хотела сказать, что розбиф подойдет идеально вообще. Какие-то холодные блюда, закуски. И подойдет также тартар шикарно из говядины. Очень рекомендую. Даже, возможно, я бы попыталась съесть с этим вином тартар из тунца. Но надо смотреть по обстоятельствам. Моя оценка 5 из 5. Это вино куплено у меня на распродаже в метро с 50% скидкой. Моя цена была 550 рублей. В принципе, до кризиса, до подорожания евро, вино Санта Дини стоили в районе 500-700 рублей. Кстати, розовое вино от Санта Дини это самое лучшее розовое вино, которое я пробовала. Если будет такая возможность, обязательно купите. Вино просто потрясающее. Лучше розового вина вам не найти. Но сейчас у нас за окошечком ураган, холодно, дождь и вообще началась осень. Поэтому, конечно же, красное вино будет гораздо больше в тему, чем розовое. Розовое вино на лето. Любое вино этой линейки, если знать, что вы берете, какой сорт винограда и так далее, вас приятно удивить. Розовое вино потрясающе. Любите розовые вина, это победитель. Да, за 1100 в принципе тоже своих денег стоит. Но это я имею в виду, что цена до скидки, до распродажи, когда я его покупала до распродажи за 1100, в принципе, цена того стоит. Потому что за такие деньги... Но сейчас нужно понимать, что в России дешевые вина хорошие не найдешь. Тем более, это вино едет к нам из Чили. Я думаю, что вполне оправдывает 1100. В общем, за 550 я рада, что я его урвала. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, это видео вам понравилось или оказалось полезным. Обязательно ставьте пальчик вверх, если хотите запомнить название этого вина на будущее. Тогда у вас в понравившихся появится закладочка с этим видео и вы сможете к нему вернуться, когда поедете шопиться за вино. И да, подписывайтесь на канал. Я его буду развивать, буду делать обзоры на вино. У меня целый холодильник с вином. Буду рассказывать вам о том, как выбрать вино, как понять, какое вино вам нужно и так далее. Историю виноделия я очень много про это знаю. И очень хочу с вами поделиться. Так что до новых встреч. Пока-пока.